Здравствуйте! В эфире Мирнаций, культурный гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. Сегодня побываем на творческом вечере передвижной выставки «Подвиг казахского народа». Познакомимся с чтецами Корана и узнаем, как предотвратить межнациональные конфликты. Бурятский творческий вечер прошел очень душевно и эмоционально. Об этом свидетельствуют восторженные отклики в адрес авторов стихов и песен. Уютная и непринужденная атмосфера, где каждый смог поговорить о творчестве, познакомиться с новым сборником одного из авторов и просто интересно провести время. Во время всего вечера зрители замирали, слушая многие известные хиты, один из которых вовсе стал народным гимном России. Творческий вечер в бурятском кафе «Шафран» навеян ностальгией и гордостью за известные и легендарные песни, как на бурятском, так и на русском языке. Здесь можно в непринужденной обстановке поговорить о творчестве, насладиться хитами не только известного Виктора Пельнягры, но и многих других молодых талантов, а также познакомиться с новым сборником композитора Цирена Шажимняева. Сегодня будет творческий вечер, будут два очень известных автора. Это бурятский автор Цирен Шажимняев, он автор, наверное, одних из самых известных песен в Бурятии. Если честно, некоторые я даже считала народными. Оказывается, у них есть авторы. Например, Турушин Доран, «Песня о первой любви». Вот я ее с детства знаю, да, я была убеждена, что это народная песня, а сегодня познакомилась с автором. Второй очень известный автор – это Виктор Пельнягры, но его, думаю, знаете и вы тоже, да, потому что он автор песни «Как упоитель на «В России вечера». Я думаю, эту песню знают абсолютно все». Цирен Шажимняев известный по своей песне Турушин Доран, посвященной первой любви, которая стала республиканским хитом. В дальнейшем он написал более ста песен. И вот сегодня он представляет свой сборник стихов и песен, куда вошло все творчество композитора. Я сочинил свою, ну, самую главную, самую известную, не только в Бурятии, которая известна в Монголии, Китае, даже во многих городах России он известен. Сейчас недавно перевели на туминский язык, хотя перевести на казахский язык, вот эту песню «Первую любовь». В 89-м году я сочинил. И вот сейчас недавно выпустил этот сборник, где ходят все мои песни, которые я сочинил в течение 32 лет. Виктор Пеленягры специально приехал из Москвы, чтобы порадовать новосибирцев своими песнями. Автор слов народного гимна России «Как упоительны в России вечера» и множество других известных песен. С высоких гор спускается туман, накопулька, позови меня тихо по имени. И во всех песнях главный мотив – всепоглощающая любовь. Виктор Пеленягры написал около тысячи песен не только как поэт, но и некоторые еще и как композитор. Чего стоит шедевр русской военной песни «За нами Путин и Сталинград». Люди даже увидят своих героев. А я, безусловно, герой нашего времени. Я создал биографию кучи певцов. Кто бы был Крылов без «Дева девочки моей»? Кто бы был Басков без песни под названием «Шарманка»? Кто был бы «Белый орел» без песни «Как упоительны в России вечера»? Хочу сказать, что в Новосибирске я давно не был, но очень люблю этот город, потому что здесь распахнутые люди. Они любят песни, любят стихи. И я надеюсь, что мы еще сюда приедем. Выставка «Подвиг казахского народа России» – это истории героев, которые буквально по крупицам собирались активистами. Задача ближайших лет – собрать информацию по всем казахам России, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Это выставка дань уважения всем бойцам, работникам тыла, медикам. Это напоминание о том, какой ценой была достигнута победа. Проект «Подвиг казахского народа» призван почтить память тех, кто получил звание героя за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тех, кто трудился, не покладая рук в тылу. Увековечить истории людей, чтобы память о них жила и передавалась из поколения в поколение. Проект – это очень значимый для казахов России и в целом для Российской Федерации. В связи с тем, что страна у нас необъятная, страна у нас многонациональная, все народы живут в мире, согласие. Цель нашей задачи – напомнить всем нашим жителям России и в целом казахам о том, что были деды, были отцы, которые сделали так, чтобы на нашей, благодарной российской земле на сегодняшний день 75 лет синее белое небо. Все-таки мы должны смотреть на историю. Без истории нет будущего. Без истории нет будущего, потому что наши дети, если знать не будут свои корни, заслугу своей семьи, как же он будет чувствовать себя полноправным? Оборачиваясь к истории, оборачиваясь о том, как жили предки, как это нам досталось, вернее нам, они добыли. Нам сейчас на улице стоять холодно, на остановке 5 минут. А представь, что они ползали по сырой грязной земле, плавать не умели, переправлялись даже через Волгу, защищая. Сколько погибло людей? У меня даже мурашки бегают, как только вспомнил. Как они могли это делать? Это страх перед смертью, какая разница, где тебя убьют? А если ты не убьешь их, они убьют тебя и твоих, твоей родины не будет. То есть они шли на подвиг сознательно просто. Общероссийская передвижная выставка «Подвиг казахского народа» состоит из 30 информационных стендов и призвана рассказать о вкладе казахского народа России в победу в Великой Отечественной войне. Информация о героях-казахах и участниках войны по крупицам собиралась со всей России. Выставка прошла в 11 регионах России и завершилась в городе Новосибирске. В дальнейшем собранный материал об участниках и героях Великой Отечественной войны будет размещен на сайте Федеральной национально-культурной автономии казахов России. И сегодняшняя выставка, наверное, это очень правильная инициатива Федеральной национально-культурной автономии России показать героев казахов. Бессмертный полк идет, и в этом рядах бессмертного полка идут, рядом, причем к речью башют, и туркмен, и казах, и украинцы, и русские. Они идут. Они победители. Как для тренера, для педагога, кто работает с детьми, я понимаю, что важность этой выставки, она на сегодняшний день очень актуальна, чтобы передать подрастающему поколению всю ту историю, которую наш народ пережил. В те сложные годы войны мы все были, наши деды были плечо к плечу, и не разделяли друг друга ни по нации, ни по религиозности. Сейчас это очень актуально. Люди, которые даже не знают историю, они теряют корни со своим родом, со своими предками. Они отказываются от богатства этого народа. Конкурс чтецов Корана уже не первый раз собирает вокруг себя участников из разных городов. Живой интерес молодежи к необычному состязанию свидетельствует не только о приобщении молодежи к исламской культуре, но и формированию подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на знании Корана. Зачем в век цифровых технологий учить Коран наизусть? И сколько времени понадобится, чтобы выучить священное писание? Всесибирский конкурс чтецов Корана уже во второй раз собирает участников от мала до велика в стенах исторической мечети города Новосибирска. Саади Шарипов, один из участников состязания, претендент на победу, выучил полностью Коран за три года. Для него участие в таком конкурсе – это не только и не столько азарт и материальная выгода, сколько большая честь как для истинного мусульманина. Каждый верующий должен хотя бы, допустим, не без Корана, хотя бы он должен уметь читать Коран без ошибок. Сыщение Аллаху очень радует и многое обещает человеку в рай, который наизусть выучил Коран. И очень большая степень в рай ему будет. Даже если я сегодня не буду выиграть, но просто участвовать в таких конкурсах для каждого выигрыша – это большой честь. Если буду выиграть, это все мои семьи, все мои друзья. Я буду очень рад и для меня очень большой честь. О своем желании состязаться в конкурсе на знание текста священного Корана и заявили 38 конкурсантов – от Владивостока до Казани. Критерии, по которым оцениваются выступления конкурсантов, прозрачны. В первую очередь – это знание, потом правильное чтение и правильное произношение. Номинации три – детская, номинация на знание десяти последних джузов Корана и самая сложная, по словам организаторов конкурса – это номинация на знание Корана наизусть. Наш любимый пророк Мухаммад сказал, что тот, кто будет знать Коран наизусть, он будет его носить в своей голове. И никогда Коран не потеряется, как книжка. Он будет в умах наших людей, потому что это берется из любой суры, может быть, взять аят, глава, и начать он должен с этого момента. То есть он должен полностью знать хорошо наизусть Коран. Международный форум на тему профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов состоялся в форме круглого стола. Создание площадки для открытого обсуждения и противодействия конфликтов – основные цели форума. Обобщение и обмен накопленным опытом помогает еще лучше гармонизировать этноконфессиональные отношения. Тема этнокультурной интеграции вновь номер один на повестке стран Евразийского экономического союза. Что нужно для предотвращения межнациональных конфликтов? Какие тенденции характерны для этнокультурной интеграции? И так ли идеальна система мониторинга состояния межнациональных отношений? На эти и другие вопросы попытались найти ответы эксперты Международного форума, который состоялся в конце прошлого года в Новосибирске. Россия, Казахстан, Киргизия пытаются выстроить новые принципы взаимодействия, заново сформировать общий язык, общие программы обучения. В России этим занимаются органы власти. Существуют специальные программы, которые реализуются и так далее. Но очень важным является как раз обмен мнением, обмен информацией и обмен теми практиками, которые реализуются в каждой из этих стран. Этот круглый стол именно этим вопросом и посвящен. Одной из важных тем форума стало сохранение этнокультурного наследия. Это и создание историко-культурного, рекреационного, туристического пространства и развитие сотрудничества в сфере сохранения традиционных культур. Еще одна тенденция, характеризующая этнокультурную интеграцию, это новое понимание диаспоральных взаимодействий. Диаспоры сейчас расцениваются как очень важный ресурс этнокультурного развития. Диаспоры становятся такими посредниками как раз взаимодействий. Я уверен в том, что мониторинг должен быть усилен экспертными аналитическими исследованиями специалистов именно в регионах, с учетом вот этих особенностей наших больших, к примеру, сибирских городов. На этом все. О других значимых событиях уже в следующих выпусках. Ярких вам дней и до встречи в эфире!